Привет, мои хорошие, как у вас дела? Ну что, давайте кофе попьём и буду, как всегда, вам жаловаться. Что случилось? Блин, когда свои же тебя гнобят, а чужие хотят тебе помочь. Почему я так говорю? Потому что в каждой нации есть и хорошие, и плохие. Почему? Почему? Я в этом ТикТоке три года, да, за три года действительно прошла через плохое и хорошее, нашла хороших друзей и плохих друзей. Но просто в этом ТикТоке я не понимаю, почему есть такие люди, да, что ради хайпа они готовы тебя уничтожить. Но мне, я вам клянусь, мне ТикТок не нужен. Я, я так поняла, что я просто потратила в этом ТикТоке два года своей жизни или три года, ругаясь с кем-то, там, что-то доказывать, да, и что-то, ну, просто. Но зато я познакомилась с хорошими людьми. Иногда, когда прямые эфиры, да, захожу, разговариваю, смеёмся. Почему я это говорю? Я, короче, есть такой, типа, мужчина, который называется Тигран, но я его не Тиграном называю, а Тигрануи, который никогда своё лицо не показывает по каким-то там куколным фотографиям. Он себя патриотом считает. Я его не считаю патриотом, потому что те, которые не дают своём эфире высказываться, и оскорбляют женщин, и такими словами, я их просто не считаю патриотами, я их просто считаю био пони-ли-чем. Мы с ним ещё сцепились два года назад, хотя я его не тронула, просто его попросили меня, ну, унизить меня и Белу. Он этого и сделал, подставил, с Ютуба брал какие-то там, в общем, видео, то, что ему выгодно. Вот, например, да, они мне пишут, вот ты, овцарская неармянка, вот ты неармянка, да. Я уже от нервов говорю, хорошо, я неармянка, хорошо, я неармянка. Они берут вот этот кусок, где я говорю, я неармянка, и говорят, армяне, смотрите, она говорит, что она неармянка. То есть вы поняли, что они делают. Ну, он и его вся шайка, всё, все под... Вот, например, я реальный человек, вы меня видите, меня можно найти где угодно, потому что я не скрываюсь. А они все, его шайка, да, все под каким-то там кукольными фотографиями, аватарками. Там одна ставит фотка, типа, меня зовут так, хотя мы знаем, как её зовут, двое детей, а одного там ребёнка там замуж отдала или ещё что-то, типа, она молодая, хотя она... Ну, таких в возрасте, как я, ну, тебя там так разговаривают, как ты ей... Он, я их не трогаю, они сами, защищая его, лезут ко мне. Что случилось? Я на него подписана, он на меня, да, если там... Они напали на Белу, так как Белый очень сильный человек, да, и они хотят убрать её, и якобы они потрёты, не дай бог. Азербайджанцы узнают, где они живут, они хотят, вот, типа, его убрать. А кто ты такой, что Азербайджанцы за тобой бегали? А ты просто боишься за свою одну пятую точку, потому что ты живёшь в Швеции, зная, что в Европе нельзя разжигать ненависть, и за это тебя просто депортируют куда угодно. Потому что ты людям врёшь, что у тебя пять гражданства. Этого не может быть. Никакая европейская страна не даёт гражданству пять. Можешь дать два, но не пять. Ладно. Ну, я Белу, конечно, защищала, а он говорит, ты помнишь, я тебя защищала. А я говорю, я тебя тоже защищаю, ты мужчина, блядь, он мне в лицо высказывает. В общем, Белу хотели подставить, сказать, как она предатель Родины. Не смогли доказывать. Один вышел типа Ом Кусак Цюн, как же его зовут, вот этого мужчину, что он всегда выступает, как же его сейчас сказать. Типа Ом Кусак Цюна, Гукасяна, хотя этого не было. Другой. Начали врать, что взломали белый телефон, оказывается, предательница была с нашей группы, где мы вчетвером просто своей, даже, ну, личные разговаривали. Это тоже передавали. Представляешь, я лично сказала там, представляешь, там мой муж. Хотя, слава Богу, я никогда не говорила, где мой муж работает, потому что мой муж, спасибо, что он всегда меня учил, никогда не доверяй по ту сторону экрана никому и никогда не говори, где я работаю. Скажи, что я работаю вот здесь, вот и все. А я так и делаю, что всегда говори, что мой муж работает. Нет, ну, мы поняли где, в таком, типа, чуть ли не хлебом-пекарне, да, всегда надо так говорить, в общем. В общем, обманули, типа, Бела, исчезни с ТикТока, это Тиграну выговорит. Исчезни с ТикТока, мы сломали твой телефон, но это не так. Они так не смогли доказать, что она, типа, предательница. От нее отошли, она хотела уйти с ТикТока, я ей не дала, сказал, ты не уйдешь с ТикТока, я тебе не дам. Она действительно, как мужчина, сражалась именно, ну, действительно, знаете, мне понравилась, как она женщина, вот, молодец. И тут перешли на меня. Перешли на меня, вы знаете, да, что можно вот сделать, вот взять лично, вот как бы личико уж там что-то пишут, да, взять мой аккаунт, да, второй аккаунт, ну, первый, а второй аккаунт, как-то сделать, как будто я этому человеку гадости пишу. Типа, моим акцентом, но, например, я по Карабаху всегда говорю пу-пу, а они могут сделать поп-пол, там, половина азербайджанская, хотя, ладно, проехали. Он меня поднимает, хотя я на него подписана, и он мне говорит, ты что думаешь, чёрт, что это меня не отправят, это не мой аккаунт, а ты мне такое оскорбление писала. Но если ты хайп не хочешь, твою, в общем, ты мне в личку напиши, скажи, Алина, вот такая вещь, если это не ты сделал, Алина, вот такая вещь, я не верю, что это ты. Может, может, это кто-то хочет тебя поставить? Он поднимает и мне говорит, Алина, вот это мне отправят, ты что думаешь, это мне не скажут и так далее. Я говорю, подожди, когда вы наших матерей трогали, я сказала, вашу мать. Вот это писал, но такое я не помню. Он мне не даёт высказаться, а вот пускает и ужасными словами оскорбления, такие маты. И не даёт мне сказать, Господи, когда он мне эти маты сказал, у меня просто в глазах всё почернело. Я просто стала такой же, вот именно грязнородный какой. Но всё высказалось. Теперь что? Он всех армян говорит, кто с ней дружит, пускай со мной не дружит, представляете? А все мне пишут, Алина, мы тебя любим, мы тебя уважаем, он неправильно делает. Я понимаю, что вы не можете ему в лицо сказать это, но мне бы понравилось. У меня, значит, большие вот такие два яйца больше, чем у вас. Потом, я бы хотела, чтобы у меня в комментариях написали, я бы не влезла в этот скандал. Я с одной девочкой не разговаривала вообще. Но когда на неё напали, её фотографии, это не только меня, с меня от Белы уходят, меня выставляют, оскорбляют, что я таблетки пью, я больной человек, я страшная. Потом на Белу, потом одну девочку выставили, армянку, типа, фу, какая она страшная, она, в общем, свиня или ещё что. Мы с этой девочкой имели проблему, но я поднялась и заступилась за эту девочку. А теперь, когда на меня напали, мне сказали, что эта девочка поднялась и сказала, я не дружу ни с Алиной, ни с Белой, и с вами не дружу. А мне это почему-то больно сделало. Как вы думаете? По моему мнению, она должна была сказать, не лезьте к нашим женщинам, если вы мужики. Я не знаю, я правильно делаю, что внутри как-то обижаюсь за это, потому что я с ней не общалась год, а я заступилась, рвала за неё и говорила, из какого хрена ставите её фото и оскорбляйте её. Они от них отошли, других взяли. Начинают, типа, она вот это сделает, начнёт сказать, вот именно такими словами. Ладно, проехали. И тут мне звонит, вот не помню, пятницу или когда, вот не помню, я когда в стрессе ничего не помню. Ночью я всегда детективы ставлю, им наушник, им в одном смотрю. И, видимо, в это время заснула, и мне кто-то звонит. Я наушник сняла, и так сразу в ухо тихо, ау, ну, алло. И по-армянски, вот именно гракам, да, вот именно на ереванском, говорят мне, Алина, здравствуйте, мы всё это видим, что армянские, ереванские армяне обижают тебя, ты наша, ты наша карабахская, приходи к нам в телевидение и скажи, что тебя обижают, что они вас оскорбляют три года, то, что ты делаешь, и они тебя не ценят, приходи к нам и скажи, почему ереванские, типа, карабахских не любят. Я смотрю на телефон, смотрю номер 99, я сразу поняла, что звонит мне вот именно с азербайджанской стороны. То есть, чего ты добился, Тигран, чтоб не азербайджанцы ночью звонят, просят помощи, а ты своих женщин гнобишь. Вот чего ты добился. Но благодаря некоторым моим армянам пели, Артурио, Шустре, Петросяну, не помню, Аман Аману сказала, вот криминалу, всем моим, не помню ещё кто, они мне вот именно помогли, дали силу, клянусь, потому что в этот момент хочется просто вот именно идти вот кому-то жаловаться, потому что так обидно, потому что мне такие слова сказали, что ты не армянка, ты азербайджанка, ты с азербайджанцами выросла, ты не... Мне очень обидно, вы, перед тем, как говорить эти слова, карабахцы в первую очередь взяли на себя это всё, вы. Так что этот Тигран, я думаю, что не достоин быть Тик-Токи, в Тик-Токи достоин быть Аман-Аман, что не позволяет у себя в эфире не оскорблять армянских женщин, не оскорблять других. Так что вот такие дела мои хорошие. А в комментариях давай обсудим, я не хочу их не фотки выставлять, потому что там мультики, а мы взрослые люди, чтобы... А спасибо тем, когда в трудную минуту хотят всегда мне помочь. Не имеет значения национальности. Спасибо вам большое, всем пока-пока.